Представьте себе общение с людьми. Если не брать в расчёт обычные разговоры, на ум приходит текстовое сообщение. Каждый набранный вами текст — это, прежде всего, буквы, цифры, а у кого-то даже иероглифы. Но что их, прежде всего, объединяет? Конечно же, кокос, стиральный порошок, курага и мощный насос. Ладно, теперь давайте серьёзно. Если отбросить какие-либо шутки в сторону, то всё это объединяет их написание. Что в реальной жизни, что за компьютером, буквы в той или иной степени отображаются по каким-либо правилам, которые задаем либо мы, либо графическая надстройка в самом компьютере. И если говорить про простое письмо, это называется почерк. С приходом индустриальной революции изменению подверглось и письмо. Появились первые печатные машинки, которые придавали написанному тексту одну форму, одно расположение, делал письмо полностью читабельным каждому глазу и так далее. Со временем это прозвали как шрифт, и со временем его приходовали и в обычном письме. К примеру, когда человека с красивым почерком просили что-то очень аккуратно написать на каком-нибудь плакате или же подписать книгу, говорили «пожалуйста, напишите красивым шрифтом». Ни одним письмом ограничился шрифт. Данный термин сохранил свое значение и по сей день, в том числе на наших компьютерах. Проще говоря, шрифт – графическая надстройка отображения текста в том или ином виде. Несмотря на одну концепцию, в разных ОС разных поколений это может быть реализовано по-разному, что как раз наводит на тему нашего сегодняшнего ролика. Сегодня мы создадим свой личный шрифт и проверим, как он выглядит и чем будет отличаться на Windows и Linux. Уверен, это будет очень интересно. Итак, начнем с самого простого. А что же такое шрифт? Немного ранее я упомянул, что шрифт является графической надстройкой отображения текста, но это не совсем правильное описание. Шрифт – это набор символов, обычно буквы, цифры, знаки пунктуации и другие символы. Шрифты могут быть больше, чем другие, или они могут быть более жирными или курсирными, чем другие. Шрифты имеют разные начертания, кегли и гарнитуры. Кегль – это размер шрифта, который измеряется в пунктах. Во всех системах минимальным размером или же кеглем шрифта является шрифт в 8 пунктов. В Windows во многих программах максимально нужно найти шрифт только в 72 пункта. Но некоторые программы позволяют выставить и больший размер шрифта. Например, программа Paint.net позволяет выставить аж до 288. Семейство шрифтов, которые имеют название как гарнитура, представляет собой коллекцию всех шрифтов, которые имеют одинаковые схожие характеристики в дизайне. Шрифты, принадлежащие к одному семейству, могут различаться по кеглю и начертанию, но имеют одинаковый основной дизайн. Давайте сделаю пример. Вот возьмем шрифт Railway. Railway содержит внутри множество шрифтов себя подобным. Это как раз и называется семейство. А вот Railway Bolt, Railway Talic – это уже начертание. Пусть те шрифты отличаются друг от друга, но все они имеют одинаковый дизайн, который делает их похожими. А если мы берем что-то одно, допустим Railway Bolt, то это уже шрифт. Но стоп, кажется, я вас запутал. Под шрифтом имеется в виду, что это графический рисунок начертаний букв, знаков и символов и т.д. Но в компьютерном понятии шрифтом называют файл, в котором включены все символы и прочие знаки в рамках одной гарнитуры или же по-человечески начертания. Шрифты чаще всего распространяются в форматах TTF и OTF. TTF является аббревиатурой от шрифтов TrueType – формата шрифтов, созданного Apple и лицензированного Microsoft для бесплатного использования в 80-х годах прошлого века. И из-за лицензирования формата корпорации Microsoft этот формат сейчас наиболее широко используется на компьютерах с Windows. OTF происходит от OpenType, и это формат шрифта, построенный на TTF. OpenType также является дочерней компании Microsoft, но на этот раз технология была реализована с помощью компании Adobe вместо Apple. Шрифты OpenType используются не только на компьютерах и документах, но и в интернете. А где же находятся шрифты в системе? В Windows все шрифты хранятся в папке fonts, которая находится в папке Windows на диске C. А в Linux, как таковой, общей папки шрифтов нет. Шрифты, которые будут доступны всем пользователям, находятся в usr.share.fonts. А шрифты, которые будут доступны только конкретному пользователю, находятся в папке с названием .fonts, которая находится в домашней директории. Каждая операционная система отображает этот шрифт по-своему, и несмотря на то, что на Linux, что на Windows, один и тот же шрифт может отображаться одинаково. Под капотом все может быть иначе. Возьмем какой-нибудь подробный шрифт. Как видите, шрифт отображается гладким, красивым и не каким-нибудь пиксельным. Сверху можно заметить специальное меню отображения данного шрифта, а параметр «жидкокристаллический дисплей Windows» отобразит шрифт так, как рисует его обычно Windows в других приложениях . В Linux, очевидно, такой механизм не реализован, а отрисовка самих шрифтов занята в первую очередь дисплеем. Самый банальный пример — display.x.org. Ядро и базовая система никак не прорисовывают те шрифты, которые вы видите на рабочем столе или в программах. Вы можете задаться вопросом, а почему тогда в TTI есть свой шрифт? Ответ очень прост — это набор запакованных глифов, которые просто используются фримбуфером для отображения текста на экране. Для полноты картины можно провести параллель с детскими кубиками. Представьте, что набор глифов — это мешок с кубиками, на которых нарисованы разные буквы. Чтобы сложить какое-либо слово, что вы будете делать? Правильно, возьмете кубики с нужными буквами и сложите из них слово. Такая же практика наблюдается и здесь. В системах есть таблица символов, в которой под каким-либо порядковым номером указана какая-либо буква или символ. В таблице символов на Windows по умолчанию показываются все символы шрифта по формату Unicode. Но если кому-то будет интересно посмотреть символы, которые находятся в другом формате, к примеру, в формате кодировки DOS какого-либо языка, то это без проблем можно выбрать в списке ниже. А теперь из теории мы плавно переходим к самому интересному — рисованию своего шрифта. Перед тем, как мы начнем рисовать шрифт, нам понадобится графический планшет и программа для работы со шрифтами. Самая популярная программа для создания шрифтов — это FontLab и FontForge. Но лично я хочу рисовать в программе Font Creator, так как лично для меня эта программа удобна и проста в использовании. Запускаем программу и перед нами сейчас кроме большой панели инструментов вверху ничего нет. Нажимаем «Создать» и перед нами появляется окно, где нам нужно указать название нашего будущего шрифта, точное его начертание и формат. После того, как мы всё указали, перед нами появляется три окна. Окно в левом нижнем углу показывает пример нарисованного шрифта на примере названия издателя этой программы — HighLogic. То есть, смотрите, каждый раз, когда мы вводим какую-нибудь букву, к примеру, мы просто напишем букву D, выводятся такие данные — SlashD. Слэши отбрасываются, и мы просто видим D. Если нужны ячейки в таблице, которая могла бы значиться как буква D, нет, то показывается ячейка NotDev или же обычный квадратик, который показывает, что заданного символа, который ты ввёл, попросту нет. Ну и самое большое окно — окно с показом таблицы шрифтов, да и счастливо там всё отсортировано по папкам и прочим значениям. По умолчанию, после создания шрифта в программе не будет кириллицы. Нет, это не из-за каких-либо санкций, а из-за того, что программа сама по себе на английском языке, и, собственно, она использовала заготовки только английских букв. Ну и кириллицу можно добавить вручную. Рисовать шрифт я буду не с помощью мыши, а, как я уже говорил, с помощью графического планшета. Вручную каждую букву и символ самостоятельно никак не заморачивались. Раз все готовы, то давайте рисовать! После того, как мы всё нарисовали, пришло время сохранить это всё в целый шрифт и проверить, как это нарисованное чудо будет выглядеть на Windows и Linux. Но перед тем, как будем делать шрифт системным, мы можем его открыть и перед нами откроется окно просмотрщика шрифтов, где будут показаны все буквы, цифры и стандартные символы. Также здесь есть проверочная фраза, которая пишется в размерах по нарастающей. В русской версии это «Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю». В английской версии это «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Но почему именно эти фразы? Всё просто – это фразы-панграммы. Такие фразы используют все буквы алфавита, и по возможности каждая буква алфавита в такой фразе используется только один раз. Фраз «панграмм» очень много, и для каждого языка они разные. Ну что ж, французские булочки мы поели, а теперь самое время посмотреть на то, как выглядит шрифт на Windows и Linux. В качестве демонстрации я возьму Windows 10 и через программу WinAero Tweaker просто изменю стандартный шрифт SeguiUI на созданный мною авторский, личный, лимитированный, офигительно приватизированный, словно произведение искусства шрифт. Эээ… да, результата я лучше, конечно, ожидать не мог, но мы всё делаем ради развлечения. Так, если отбросить все эти приколы в сторону, то что мы имеем? Во-первых, шрифт получился маленький, я думаю, будет как-то больше по размеру. Во-вторых, как видите, язык дизайна системы задочен под использование семейства SeguiUI, и некоторые правки этот язык, как бы это сказать, разрушают всю эстетику интерфейса. UVP-приложения показывают всё тот же шрифт SeguiUI, то ли надо менять в реестре отдельно, то ли этот шрифт просто приколочен наглухо. Но это не важно, так как я уже говорил ранее, мы просто тестируем это всё дело лишь для развлечения. В линуксе же смена шрифта даётся намного проще, прям как дважды два. Я использую дымин 11 с пятой плазмы, и изменить системный шрифт без проблем можно в стандартном приложении настройки. И на KDE шрифт выглядит следующим образом. По крайней мере, если сравнивать с Windows, в KDE выбранный шрифт применяется везде по всей системе, кроме экрана входа. И как минимум здесь ещё и размер шрифта можно настроить, в целом вполне себе неплохо. Но я не я, если не зайду по колено в болото шрифтов! Помните, я упомянул механизм шрифтов в TTI на линуксе? Так вот, раз это видео про шрифты, то давайте дойдём от графики и возьмём планку выше. Перед нами TTI консоль Федоры. Что я собираюсь сделать, так это поставить, применить и протестировать в действии какой-нибудь шрифт. Для начала мы поставим специальный пакет, в нашем случае это терминус Fonts Console. Однако название пакета может отличаться в зависимости от того, какой у вас дистрибутив. Итак, шрифты уже установлены и как нам их посмотреть? Очень просто, они находятся в директории Console.Fonts, который соответственно находится в папке пользовательских ассетов и библиотек, то есть директория USR. Полный путь вы можете наблюдать на своих экранах. С таким маленьким экраном довольно трудно разглядеть все шрифты, поэтому отфильтруем шрифты, начинающиеся на Ter. После этого командой Set Fonts выставим любой вышеперечисленный шрифт. Я выбрал Ter V16N. И вуаля, теперь в консоли новый шрифт. И так как некоторые из шрифтов поддерживают сразу несколько кодовых таблиц, то теперь мы можем видеть не только английские, но и русские буквы. И чтобы не быть пустословным, открою свою же статью в текстовом браузере. Как видим, русские буквы отображаются безо всяких проблем и мы можем наслаждаться текстом на русском языке. Единственный нюанс заключается в том, что данный шрифт остается у вас до первой перезагрузки. Так как же его сохранить и сделать так, чтобы он применялся вместе с запуском системы? А ответ опять довольно прост. Идём, от лица root открываем файл vconsole.conf и в переменный фонд выставляем имя нашего шрифта. Сохраняем и перезагружаем. Готово. Похожие наборы шрифтов работают не только в Linux, но ещё и в загрузчике Grub. Если вы развернёте папку с какой-либо темой для данного загрузчика, то увидите знакомую систему шрифтов. Но это уже совсем другая история. Так каков вывод-то? Сделать свой шрифт, в принципе, очень легко. Во-первых, нужно иметь желание, а во-вторых, представить, как именно будет выглядеть шрифт. Шрифтов создано огромное количество. С засечками, без засечек, рукописные, моноширинные, шрифты для плакатов или каких-либо объявлений, дегуративные шрифты и этот список можно продолжать долго. По сути, весь дизайн шрифта ограничивается выображением того, кто его создаёт. Кто-то с этим утверждением и всей информации ролики может быть со мной согласен, а кто-то нет. Но если есть какие-либо замечания, добро пожаловать в комментарии, они всегда открыты. Вот такие дела. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр! Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также ты можешь подписаться на мой канал, чтобы поддержать мое творчество. Мне будет очень приятно. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok